Пасочки, которые вы видите на экране, я пекла в прошлом году, а видео это я снимаю перед Пасхой, поэтому спеку одну маленькую пасочку и печенье. Как же перед Пасхой приготовить опару? Берем дрожжи 20 грамм, берем ложку сахара, заливаем теплой водичкой и перемешиваем. Ставим в теплое место на полчаса 20 минут и опара подойдет. Вот она уже у нас и готова. Дальше продолжаем готовить пасочку. Для этого нам нужно взять масло, берем масло и растапливаем. Грамм 80 масла, растапливаем, можно в микроволновке растопить, можно взять 50 масла, 30 маргарина, как вам будет удобно. Взяли также 2 яичка, можно взять 2 яичка и 1 желток, а белок предварительно отделить для того, чтобы приготовить потом глазурь. Перемешиваем яйца, взбиваем, вливаем немножко олейки, это подсолнечное масло и наше растопленное сливочное масло тоже вливаем. Вкусная будет пасочка. Опять же, все перемешиваем. Добавляем сахар, ванильный сахар, солим, тоже можно ложечку чайной соли добавить или просто несколько щепоток посолить. Перемешиваем. И вливаем нашу опару, которая уже подошла. Просеиваем муку. 400 грамм муки. Хорошо перемешиваем. Хорошо перемешиваем тесто, разминаем его и ставим на несколько часов, можно на часик подойти. Потом оно подошло, еще раз перемешиваем. И так 3 раза. На этапе перемешивания теста можно добавить изюм. Смазываем формочку и ложим немножко теста в формочку. Тесто подойдет в 2-3 раза. Следовательно, у вас пасочка вырастет или в 2 раза больше будет, или даже в 3 раза больше. Видите, у меня в 2 раза больше пасочка такая маленькая. Проверяем, кстати, готовность пасочки. Прокалываем ее, если нету. Тесто на том, чем мы прокалывали, значит все хорошо. Высовываем пасочку. А можно сделать все-таки белую глазурь. Как же она делается? Берется белок, который мы или заранее приготовили, или уже сейчас взяли. Хорошо взбивается и добавляется сахарная пудра. Именно сахарная пудра, а не сахар. Иначе не взобьется. Я тоже задумывалась, как же сделать эту глазурь, чтобы она была не сальмонеллезом все-таки. Нужно ее приготовить на холодную пасочку. Намазать, дать остыть и потом в микроволновке пасочку вместе с этой глазурью пропечь. И тогда глазурь тоже запекается и она уже не сырая. Это мой способ, пользуйтесь. Если вам понравилось видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. До новых встреч!